теперь вроде пошло в общем ну ты наверно к butterfly подключил заходим сюда мы видим здесь собственно коптер полетник если у тебя аксель включен то все ок с чего стоит начать начать во-первых стоит с конфигурации потому что нужно подключить приемник здесь у нас есть то инверсия моторов но она нам не нужна пусть они крутятся в правильную сторону но здесь мы можем посмотреть порядок моторов то есть 1 2 3 4 должно идти именно так к этому мы вернемся позже далее что нам нужно выставить я бы выставил сразу угол арма 180 чтобы ты его мог включить вниз головой это нужно для того если он тебя там отрубится в воздухе и ты его пробуешь включить заново либо попробуешь например запустить его в режиме черепахи называется flip after over crash или что-то такое но я в общем покажу дальше то есть здесь выставляем 180 дальше приемник у меня стоял кроссфайер я не знаю что там стоит по умолчанию но тебе нужно будет поменять на на фр скай фр скай работает пояс бас то есть там идет три по три провода выставляешь из баз и здесь выставляешь сериал бэйс север все у тебя в этот момент когда нажмешь сейф инрибут должно запуститься должен знать должен начать работать приемник но перед тем как ты перезагрузишь желательно сразу лучше выставить телеметрию потому что так или иначе она нужна хотя бы тот же самый рассай ну чтобы понимать уровень сигнала потому что на фр скай всякое бывает выставить air мод это значит то что когда ты включишь коптер у тебя сразу заработают движки и он примет свое положение если в полете ты опустишь стики в самый низ то у тебя моторы будут крутиться на минимальном газе минимальный газ кстати выставляется по моему где-то здесь до 3 процента вы сейчас стоит далее но сди включаем это чтобы мы видели ну собственно я думаю это значит вывести все то есть херня которая выводится на экране все датчики далее антигравити тоже лучше включить потому что это нужно для того чтобы если ты резко даешь газ вверх он у тебя на время поднимает значение и и это значит то что у тебя коптер не завалится в сторону обычно если газ резко даешь коптер заваливается его для этого создали антигравити и динамические фильтры так как ты не умеешь настраивать фильтр собственно также как и я не умею этого делать лучше поставить динамические фильтры он будет автоматически отсеивать вибрации с моторов ориентируясь там на гироскоп ну вроде так работает далее нужно включить эти две галочки это чтобы у него он пищал моторами когда у тебя нет сигнала например либо когда ты включишь пищалку я думаю тебе пищалки час нет поэтому стоит поставить это сюда ну и собственно все начнем пищит я выключаю пищалку на батарею потому что она просто напросто не нужна когда батарея садится и у тебя начнет работать пищалка моторами тебя такие колебания на коптере возникают но неприятно их просто врубаю я за эти могу посадить в наушниках ну и все остальное неважно нажимаем здесь safe and reboot ну давай например нажмем он у меня включился автоконект поставить включаемся обратно далее что нам интересно мы заходим в ресивер по умолчанию я не помню что у меня поставлен на аппаратуре но по моему тоже поставлен аетер то есть но это вот показатели roll pitch я в тротал то есть ает ветру в каком порядке не будут приходить с аппаратуры ну и четыре канала я оставляю так ну и на 4 канал у меня выведены 1 обычно если что-то непонятно будет я думаю пересмотришь что непонятно вот на первые четыре канала я обычно вывожу всякую фигню на первом канале у меня обычно арм дизарм на втором а не важно попозже расскажу это следующая вкладка самое что здесь главное это настроить именно управление коптером по осям как ты можешь это увидеть ты можешь подключить батарейку и когда ты будешь с пульта пытаться поменять ну покрутить стиками у тебя будет вертеть вертеться этот квадрокоптер на нем стрелка есть такая чтобы было понятно где перед вязать и встроить в первую очередь вот это нужная херня ну ты по крайней мере не ошибешься в каналы каналах но не должен без проблем все заработка далее так чё у нас здесь есть battery ну здесь можно ничего особо не менять может потому что сейчас этим заморачиваться не нужно пусть она работает как работает далее пиды я обычно здесь ничего не трогаю просто сбрасываю на дефолтные и по умолчанию обычно все работает хорошо потому что вот в бетафлайе ночная версия 4.1 подключили динамические фильтры и если у тебя пиды не завышены то в целом она у тебя будет все работать достаточно хорошо когда ты полетишь и тебе нужно будет ну возможно чтобы коптер вертелся резче или более плавно это делается рейтами то есть есть просто обычные рейты которые повышают то есть чем дальше у тебя идет газ тем он будет резче значение супер рейд то же самое только они сильнее это все дело меняют перекос идет быстрее и далее экспоненты оно позволяет сделать так чтобы когда у тебя ты идешь от минимума получается у тебя было меньше прибавления концу то есть вот если видишь он просто выгибает эту линию и если ты пойдешь вот дальше вот здесь вот вверх 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 то у тебя просто управление на минимальных позициях будет плавнее так больше я здесь по моему ничего не меняю только рейты фильтры с фильтрами я не научился еще бороться там нужно выставлять магниты вот это вот все к этому стоит вернуться уже позже так приемник мы посмотрели приемник мы посмотрели далее режимы вот здесь стандартная компоновка режимов которые я обычно использую то есть у меня на первом канале ну то есть ты видел он он вообще четвертый посчитается на аппаратуре потому что первые заняты первые четыре заняты стиками потом пятый это вот первый пятый первый надеюсь понятно на первое я выставляю arm потом если у тебя приемник подключен ты можешь пощелкать не загораются желтым активные вот как горизонт например на втором angle режим то есть это режим когда коптер не переворачивается такой же как на джай на нем же горизонт в среднем положении горизонт это режим когда он тебя также возвращается в исходное положение но если ты стик наклона по pitch и я осям докрутишь самый край то он тебя перевернется полностью но поэтому когда ты отпустишься он вернется опять горизонтальное положение опасный режим и пользуюсь только для того чтобы детишек позабавить так больше использую вот то есть на втором канале у меня в нижнем положении angle среднем горизонт верхнем ничего получается у меня обычный аппарат режим отрабатывает далее на третьем канале третьем канале меня посередине стоит пищалка пищалка моторами как я собственно показывал в конфигурация на площадке на среднем положении и на крайнем положении там ну flip over after crash я не умею английский так что если не судить в чем заключается ты когда включаешь этот режим ну то есть ставишь на третий канал в нижнее положение потом включаешь арм выдавливаешь чуть-чуть газа где-то на половинку можешь резко нажать в бок у тебя отработает только два мотора и квадрокоптер перевернется не знаю сколько он нужен будет поначалу но я его обычно ставлю в тот случай если залечу куда-нибудь никуда на большом коптере и мне нужно будет оттуда как-нибудь вылететь и все собственно больше режимов здесь никаких не ставлю и возвращаемся собственно опять к моторам здесь можешь видеть то что но все моторы есть по порядку и как видишь обязательно ну очень настоятельно красным шрифтом неспроста выделено просит снять пропеллеры потому что это черт возьми очень необходимо тут как раз таки ты можешь ну поставить такую вот галочку то что я типа все понимаю и запускать моторы потихоньку добавляешь и видишь как он у тебя начинает крутиться и то есть первый мотор должен быть на своем месте 2 на своем 3 на своем 4 на своем это как раз о том о чем я тебе говорил с моторы должны идти по порядку я их так обычно и тестирую просто иду по очереди и все тут обязательно должна быть подключена батарейка иначе не запустится далее usd ну собственно я думаю ты все прекрасно понимаешь я обычно выставляются в нижнюю полоску чтобы оно не мешало мне рулить и обязательно выставляю предупреждение чтобы если есть какая-то неполадка он мне обязательно написал он напишет что у тебя там допустим батарейка не включена если ты допустим пытаешься запустить коптер с тротлом на каком-нибудь положении не нулевом он тебе напишет типа неверный там тротл позишен и вот это вот все ну короче штука нужная остальное на свое усмотрение ну батарейку только выведем так и больше я здесь особо ничего не меняю обычно иногда там таймеры подключать но тебе оно сейчас не нужно дальше видео трансмиттер это наверное самое интересное тебе нужна будет ровно такая же сетка ты можешь ее заполнить ручками можешь загрузить из файла лучше конечно загрузить из файла тут вот есть такая страничка если нажмешь она откроется на гитхаб и можешь скачать для определенного приемника я вот допустим тебе отдаю ран камнике 200ю тебе нужна сша скачиваешь просто неё загружаешь и у тебя теоретически все должно заработать если правильно настроено блокбокс я про него тебе не буду рассказывать потому что тебе он еще не смысленно и и и и и и и так эксперт мод блин ну это лучше тоже пока не трогать файл сейф на файл сейфе лучше поставить дробь если она не поставлена и а и порты это даже наверно то с чего нужно начинать то есть у тебя есть и rxtx это это каждый из юартов то есть rx1 это первый юар 33 артеры 6 6 арт на них тебе нужно обязательно выставить где находится приемник видишь он у меня на шестом рикси все больше на этом канале ничего не может быть и у меня выведена под управление видео передатчиком чтобы я мог допустим частоту переключить пульта но с передатчиком рантам tx200 там идет триктрамп ставишь его все в намобили должен быть в принципе такой же протокол или там смарт-аудио но это не важно то есть это значит то что на rx3 в этом случае у тебя привязан видеопередатчик то есть на него там идет по моему четыре провода это видео земля 5 вольт и провод вот как раз rxtx для управления ну собственно вот и весь экскурс по bataflight 4 вольт здесь этим сможем ни